Рост случаев патологии внутриутробного развития у беременных женщин стало поводом для обсуждения на заседании отдела охраны материнства и детства Минздрава Тувы. Как показывает статистика, сегодня увеличилось количество выявляемых патологий у новорожденных. Напомним, что в перинатальном центре республики давно проводят специальные исследования, которые направлены именно на раннее выявление патологии у плода. Так почему же идет тенденция увеличения числа? Случаев пропущенных патологий смотрите далее в материале. 30-летняя Саманта Оржак ждет своего второго малыша. Женщина сегодня проходит третий скрининг. Молодая мама признается, что ко всем врачебным исследованиям во время беременности она подходит очень ответственно. Ведь это напрямую связано со здоровьем будущего ребенка. Тем более после 30 недель, каждый день, каждая неделя очень дорога для врача и для матери, чтобы наблюдать за ребенком, чтобы ничего не упускать. Учитывая нашу экологию, наше питание, наши стрессовые факторы, рекомендую всех матерей вовремя проходить. Благодаря нашим врачам я очень благодарна. Они очень внимательные, всегда отзывчивые и деликатные. Как говорит врач-узист Республиканского перинатального центра Айана Андар, в день они принимают до 30 пациентов. Это беременные и гинекологические женщины со всех районов республики. У нас нагрузка очень большая, так как проходят все беременные женщины с республики за день. У нас более 30 беременных женщин, там разные исследования, порог, скрининги, а также топлерометрия, сервикометрия и осмотры гинекологические больные. Между тем, Минздраве Тувы бьют тревогу по поводу увеличения пропущенных случаев аномального внутриутробного развития плода после УЗИ-скрининга. В большинстве случаев, проведенных в частных кабинетах, всего будущая мама за 9 месяцев должна пройти три скрининга по одному на каждый триместр. Самый первый проводится на 11 неделе. Есть достаточно много хромосомных аномалий, а вернее одна из ведущих – это болезнь Дауна, которая может проявлять себя только при первом ультразвуковом скрининге. И особенно это эффективно, когда это будет именно комплексное обследование, то есть при этих же сроках проведение ультразвукового исследования с измерением вот этих вот параметров. И забор крови на биохимический скрининг, определение бета-ХГЧ и ПАПЭИ, то есть протеина плода. Вот по уровню вот этих вот тоже параметров можно определить риск, возможные риски рождения детей с хромосомными аномалиями. Далана Кулер также рассказала, что в целом выявляемые патологии внутриутробного развития плода у беременных женщин в регионе увеличивается. Так, за 8 месяцев текущего года уже выявлено 130 случаев патологии, что на 30 раз превысило статистику за 12 месяцев 2017-го. Первый ультразвуковой скрининг обязательно должен проводиться врачом-экспертом, имеющим международный сертификат по перинатальной диагностике и обязательно на аппарате экспертного уровня. Таких специалистов у нас на территории республики двое. Один работает в перинатальном центре, другой работает в медико-диагностическом центре. Что же касается других кабинетов УЗИ в Кызыле, в том числе частные, они не имеют ни возможности, ни квалификации для проведения полноценного первого скрининга у беременных женщин. Между тем, региональный Росздравнадзор уже взял на контроль вопрос пропущенных случаев патологий внутриутробного развития. На совещании, организованном Министерством здравоохранения Республики ТВА, где участвовали представители индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по оказанию ультразвуковых исследований беременным женщинам, мы обсуждали вопросы, проблемы пропуска индивидуальными предпринимателями патологии развития плода у беременных женщин. И единогласным решением после совещания мы приняли вывод о том, что Министерство здравоохранения будет нам, Росздравнадзору, направлять информации о случаях пропуска индивидуальными предпринимателями патологии развития плода. После получения информации нами будут инициированы контрольные надзорные мероприятия, то есть проверочные мероприятия в отношении индивидуальных лиц. Если будут в ходе проведения проверок уявляться нарушения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, а также нарушения лицензионных требований при оказании медицинской помощи, у юридических лиц может возникнуть административная ответственность. Также врачи Росслучаев патологии связывают с ухудшением состояния здоровья будущих мам, поздней постановкой на врачебный учет, когда еще можно повлиять на развитие плода современными методами лечения. Так, за 8 месяцев 2018 года встало на учет по беременности более 3000 женщин, из них до 12 недель 3344 будущих мам. В перинатальном центре республики проведено 7598 скрининговых исследований внутриутробного развития с нарушением рекомендованных сроков. Прошли исследования 4277 женщин. Во всех УЗИ-кабинетах республики за 8 месяцев проведено 12 388 исследований.